Всем доброго дня и хорошего настроения! Сегодня мы с вами будем делать скумбрию, запеченную в духовке с овощами. Но прежде чем нам ее запекать, нам нужно ее замариновать. И чтобы она в этом маринаде как можно дольше протомилась, промариновалась. И тогда она будет очень вкусная. Минимум она должна полежать часа два в этом маринаде. Что нам понадобится для маринада? Будем подготавливать нашу скумбрию. Она у меня помыта. Но видите, все равно еще остается кровавый след. Поэтому мы ее тихонько промокаем. Аккуратненько, чтобы она у нас была сухая и чистенькая. Дальше мы ее солим. Перчим. И добавляем сухой чеснок. Он не такой выраженный, сухой чеснок, как натуральный. Поэтому он не дает резкого чесночного запаха. Но такую пикатность рыбке придает. Затем нам понадобится полиэтиленовый пакет. Посмотрите, что он был без дырочек. Сейчас нигде ничего не произошло. Дальше мы разрезаем лимон. У меня большой лимон. Я даже меньше, чем половинку разрезаю. Но там посмотрим. У него толстая кожа. Не так много лимона внутри. Сперва мы его, ее рыбу поливаем так. Выкладываем, перекладываем в полиэтиленовый пакет. Так, отрезаем еще. Нам нужно хорошо пролить, промариновать рыбку. Поэтому не жалейте лимона. Мясо у рыбы будет белое. Скумбрия имеет запах немножко такой специфический. Такой ржавой рыбы. И этот запах весь уйдет. И мясо у скумбрии будет светлое. Потому что вот когда я делала такое блюдо для своих подружек на девичник. Они даже были удивлены, что у скумбрии такое мясо светлое. И они так ее съели, и они ее так быстро съели, что мне досталось всего маленький кусочек попробовать. Это можно потом еще положить. И я еще вот отсюда. Кто не очень любит лимон, запах лимона в рыбе, можете заменить это все винагрой. Можете это все заменить винагрой, винным уксусом побрызгать. Или после того, как рыба промариновалась, можно ее просто помыть под холодной водой. Она не будет такая сильно лимонная. Мы когда ели, я думаю, что вот этот запах специфический, скумбрию перебил и лимон, что лимонам оно сильно не отдавало. Так, теперь, теперь я немножко порежу лук оттуда. Тоже пусть помаринается с лучком. У меня порвался пакет, с которым должна мариноваться. И я не перекладываю, прямо в этом пакете. Видите, у меня хвостик разорвал. Перекладываю в другой пакет. Заряжу этот хвостик, чтобы оттуда не выходил, не выливался сок. Так вот я луком, лук, перец, лимон, соль. И все, оставляем. Все, скумбрия у нас завязана, плотненько. И убираем ее в холодильник часа на два. Пусть она маринуется. Иногда можно ее переворачивать сбоку-набок, чтобы со всех сторон она по-хорошему промариновалась. Вот так. Все, убираем в холодильник. Так, наша рыба мариновалась где-то часа 3-4 у меня. И уже подошло время ужина. Я ее замариновала на обеде. И уже начинаем готовить ужин. У нее мясо стало внутри беленькое. Все. У скумбрии обычно такое темное мясо, а тут она вся промариновалась и стала беленькая. Чтобы не было сильно кисло от лимона, мы ее сполоснем. Рыбка наша готова. Сейчас мы подготовим для нее подушку. На что будем выкладывать. И будем мы ее запекать в фольге. Такую большую рыбу каждый нам все-таки запекает в фольге. Я вам сейчас расскажу, как я делаю. Сейчас я вам расскажу, как я это делаю. Вроде бы большой кусок бумаги. Но рыба на него все равно не поместится плохо. А два куска бумаги не знаешь, как сложить, чтобы не протекло. Девочки, кто проходил курсы шитья выкройки, наверное, помнят, как делается бельевой шок. И оставляете чуть-чуть, видите, так. Потом вот это идет сверху. Таким образом. И еще раз сверху. Помните, потом прошивается. А, потом вот так. Забыла уже. Сама. Потом вот так. Раскладывается. И прошивается. А нам, в нашем случае, прошивать не надо. Мы просто сделали большой кусок фольги. Дальше мы фольгу слегка сбрызгиваем маслом. Затем все наши ингредиенты мы будем рыбку выкладывать на картошечку. Поэтому мы слайсами нарезаем и вкладываем на фольгу. Это у нас будет такого своего рода подушечка. Чтобы рыба не прилипла к фольге. И это будет очень вкусно. Картошечка пропитается рыбкой и будет очень вкусно. Слегка посыпаем солью. Рыбку мы не солим, потому что она у нас была в маринаде. Солью со всеми перцами. На картошку мы выкладываем рыбку. И нам нужно порезать овощи и перчик. Морковку можно слегка посолить. Перемешать. Сверху опять все попрызгали маслицем. Можно майонезом слегка. Закрываем фольгой. И отправляем в духовку на 20 минут. Потом мы открываем ее и даем немножко подзолотиться. Духовка должна быть разогрета до 180 градусов. Вот таким образом выглядит наша рыбка. Наша скумбрия. Она у меня стояла 20 минут 25 в фольге. И потом еще 10 минут я раскрыла. И она в таком виде оставалась. 10 минут. Чтобы слегка-слегка подзолотилась. Сейчас мы выложим ее на тарелочку. И приступим к ужину. Ну все. Наше блюдо готово к подаче на стол. Так выглядит наша рыбка. Очень вкусная. Очень золотистая. И мясо у нее белое. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока-пока.